здравствуйте друзья мы со светланой поднимаем новогоднюю тему света скажи что-то на новогоднюю тему я могу сказать например что по персональным ощущениям вообще предновогоднее время связано с каким-то таким приподнятым настроением до сюда играет новогодняя музыка всюду стоят елки наряженные дед морозы эти самые дождики переливаются все это в общем настроение такое прикольное украшение оформление пожалуй вот это предновогоднее самочувствие но пожалуй даже интереснее чем сам новый год а чё самый год наелся отяжелился и завалился спать поэтому вот именно важен не сам новый год а вот это предновогоднее ощущение чего-то праздничного радостного и чего-то такого не в празднике счастья а в канители недели подготовка покупка подарков заворачивание подарков составление меню на новый год созыв гостей так далее вот это вот как бы составляет ключ ну а что я хочу сказать что у нас здесь в америке ну вот как таковой не является особым праздником чем дальше тем больше становится ты знаешь со временем тем не менее вот магазинах например да вот сейчас зайдешь любой магазин и вот это предпраздничное настроение она замечательная все выиграют песни джингл был там кризису шоу через массы замечательное настроение но стоит только пройти крисмаса 25 декабря и все люди выкидывают елки снимают мишу 1 не играет больше музыка и как-то снимается вот именно сам новый год снимается совершенно ощущение праздника то есть как будто какой-то обычный день но собрались ну поели ну посмотрите визор и за и вот это вот ощущение праздника здесь как мы привыкли советское время да ты знаешь мне кажется свет что вот может я извращенец какой но я считаю что значительная часть праздника сжевывается тем что нет дефицита никакого вот мы на праздник мы должны были что-то достать мы должны были где-то выставить в очереди с кем-то договориться с кем-то поделиться на что-то обменяться и бываешь его ты когда на стол ставишь там что-то еще что-то ставишь а сейчас у нас этого уже нет нет с одной стороны с другой стороны есть еще более сложная проблема это покупка подарков в тех условиях когда у всех уже все есть и в общем подарки все никому не нужны и так тяжело найти что-то чтобы это не было просто и просто какой-то вещи или чем-то таким чтобы я тебе скажу что делается после праздника когда-то заходишь магазин и там стоят очередь километровая очередь из людей которые возвращают когда подарок дарят его дарят вместе с чеком чтобы человек мог сдать его потом дайте себе пробиться в магазин и потом невозможно стоит очередь да и в этом смысле это тоже оставляет очень неприятный осадок потому что сначала думаешь боже а что же купить но это не горится это не горится это не горится все уже есть либо в три-четыре раза есть и в общем как бы не нужно и вот это вот найти то что тот то самое чего будет близко к сердцу но ты знаешь я считаю что вот эти вот gift cards которые сейчас последние уже лет десять наверное если не больше это решает проблему то есть ты говоришь вот тебе карточка там на 100 долларов мэйсис правильно ты можешь прийти к знакомым дать им gift card на 100 долларов месяца когда речь идет о родственниках ты не может дать им gift card ну это от твоих персональных предпочтений в принципе кому будешь кому не будешь но во всяком случае часть проблемы снимаются вот ты не должен думать она не очень персонал что подарка такое что-то персонал что ты роданки когда учебы ничего нет и ты мне что-то подарил так ему радость а когда у него все есть это ему что-то подарил где теперь это держать ставить это проблема большая и она в общем ты немножко как сказать она снимает вот этот вот рассказать о такой романтический нам релье хотите скажем что она снимает это праздничность было больше праздника когда вот так и момент неожиданного дефицитного помнишь там уральки пусть все будет, но пусть чего-то не хватает так что хорошо ты считаешь, что вот новый год, это время когда мы смотрим назад время когда мы смотрим вперед мы загадываем желания или это все так как-то нет, ну в принципе мы в конце каждого года как бы тоже подводим итоги, думаем что в этом году состоялось, что не состоялось чем он был хорош, чем он был плох и чтобы в прошлом году все что было не очень хорошего чтобы он там остался, ну конечно все нормальные люди так же и делают это в общем как бы между первой Любочкой и второй провожается старый год а знаешь, я ребятам расскажу они может быть смеяться будут значит раньше каналов на телевидении было очень мало но вот мы жили в Москве может быть было 4 канала там или даже 5 3, ну что-то Светик, мы не будем считать сейчас а вот допустим чем дальше от Москвы тем меньше всяких каналов и вот были места, где кроме основного первого так и вообще ничего не было и люди собирались значит за бутылочкой шампанского или чего у них там было к этому делу вот и включали телевизор и там промежутые всяких развлекалочек значит когда момент наступал выходил первое лицо и сейчас выходит и сейчас ну Светик просто сейчас у тебя много каналов и много развлекухи а тогда не было ничего было время, когда кроме радио ничего не было вот но вот все, что у тебя было был вот этот первый канал и ты смотрел на это первое лицо первое лицо говорило небольшую речь там все выпивали по бумажке по бумажке наверное я думаю, что его записывали заранее он же не говорил прямо об эфире ну естественно там может у него там не на бумажке а так сзади так чтобы нам не видно вот был какой-то текст безусловно каждое слово тогда шло по записи ничего от себя не говорили даже первые лица не дай бог может сказать ничего не могли не в этом дело они может и могли но как бы что лишнего не сказали или там еще что во всяком случае они так тупо казенно так скажем суконно-рыльно что-то говорили всем было пофигу народ выпивал там часы стукали 12 и все это вот происходило последнее время я смотрю они перед этим за несколько дней уже начинают пить показывают записанные 3-4-5 лет назад шоу в которых там буквально 5-6 артистов там и их близкие друзья ну там Пугачева с Галкиным там не на кто там еще ну там еще пару человек там Нагеев вот и так вот в общем вокруг них все это крутится и такое ощущение что там 10 часов смотрела вроде как одно и то же надо сказать у меня детские такие ностальгические воспоминания что новый год мама накрывает стол белой скатертью ставятся хрустальные вазочки со всякими салатами со всякими делами уже темно потому что темнеет рано и я вот помню все вот эти новогодние ожидания они были связаны в частности с тем что действительно канала было очень мало но в эти новогодние дни они всегда шли очень хорошие фильмы и какие-то выступления концерты всегда все было на излете советской власти последние лет 10 каждый год снимали новый фильм на новый год и вот это вот ожидание праздника оно было связано не только с самим праздником сколько и с тем что по телевизору ожидалось чего-то такое интересное посмотреть а сейчас это действительно смотреть не просто катастрофа может быть люди которые там живут им это интересно и что мы делаем альтернативно альтернативно мы включаем нью-йорк и смотрим как шар опускается там по такой игле и он вот как только он вниз опустится так значит уже и полночь и шар этот опускается несколько раз потому что по нью-йоркскому времени там по чикагскому это прекрасно я думала нам показывают просто по калифорнии каждый раз опускается заново да и значит его снова поднимают снова опускают и говорят а теперь встречаем новый год по чикаго а теперь встречаем новый год там да по калифорнии значит и вот он там несколько раз этот шар опускается и мы уже знаем когда новый год и там какие-то тоже люди представители трудящихся на площади которые так стоят и в общем суконно улыбаются им говорят улыбочку они сами туда приходят и на самом деле они даже мерзнут верно но им там рукой машут девочки улыбнулись девочки улыбаются там какие-то звезды чего они скажут вот и мы выпиваем под новый год во всяком случае уже бокал шампанского не с первым лицом а так с народом который собрался на площади в нью-йорке вот что еще света ты скажешь за новый год изменилась еда которую мы ели тогда и едим сейчас на новый год я не думаю дело в том что как-то не знаю это наверное вкусовые вещи мне кажется они прививаются в очень разном раннем возрасте поэтому как бы наши пристрастия остались все-таки в нашей традиционной еде салата в оливье да все это хозяйки на заметку все это скажи вот оливье ты ведь не кладешь туда просто майонез и все расскажи я вообще не умею делать салата по рецепту дело смешное поэтому назвать это оливье очень трудно но это просто вот такой салат который мы едим в качестве оливье так что ты делаешь вместо майонеза расскажи я майонез разбавляю кефиром и все или еще чем-то нет то есть майонез с кефирчиком в какой пропорции не в какой так чтобы было и не густо и не жидко у нас дело в том что наши майонезы они другие совсем наши американские майонезы вот настоящие они очень густые и если салат перемешивать он очень много нужен этого майонеза он очень просто не размешаешь просто понял то есть именно технологически разговариваешь или это вкусовое ухо еще это не технологически это очень важно может даже напихать столько майонеза что было один но это не годится кладут ли детям подарки под елку скажем в америке да получается что все кладут на крисмас поэтому мы уже как бы тоже отошли от этой традиции все кладем на крисмас мужем крисмас и крисмас встречаемся в группе семьи кладем подарки на крисмас а уже новый год уже как придется но вот есть такая традиция что люди когда подарки там для гостей кладут в коробках обернутой цветной бумажкой ленточками а потом гости когда пара простукает там 12 начинается какой-то время садятся и начинают разбирать подарки это такая традиция как-то я не помню чтобы это же самое в ссср а в ссср там даже завернуть было не во что красиво там не было красивой бумаги никакого никто ничего не заворачивал пока же так далее а я еще помню что когда я маленькая было так наверное это сохранилось еще с детства моих родителей моя мама работала ты самый к.б. да в конструкторском какое-то учреждение и у них очень много было тогда чертежи не было копировали машины делали на синьках да так называемые синьках ну и как вниз не использованы эти чертежи которые у них оставались синьки эти она приносила в рулоне домой и вот эта синька на санна страна была синяя с другой белая на стороне был нарисован чертеж какой-то а с другой стороны все было белый получался рулон фактически белый такой довольно таки приличной баги а вот плотненько она плотная была и я помню что когда я ну это я совсем маленького может 6 7 8 лет потом уже проще стали ничего не заворачивали но вот когда я шла в гости там вам покупал там подружки какую-то книжку там или что-то и мы это все заворачивали все это синькой вовнутрь и белой бумагой наружу вот с таким завернутым парадом и подарком я шла в гости оберточной бумаги я хочу сказать нашим зрителям что новогодняя символика создает дополнительные такие как бы возможности распродаж и я в данном случае говорю не очевидные совершенно распродажи которые там конкретно к новому году или там допустим что-то вот там со снежинкой или с дед морозом там шоколадочка какая-то так далее я говорю о том что когда праздник заканчивается а на самом деле уже за неделю до того как праздник начинается магазины начинают избавляться от товаров с вот этой самой символикой с тем чтобы к моменту там праздника уже точно ничего не осталось потому что продать что-нибудь с дед морозом допустим через месяц уже невозможно через них и даже через три дня но на самом деле это тоже этим пользоваться сколько-то лет назад еще активнее праздновали новый год чем сейчас и в день после крисмаса то есть это уже 25 число это выходной день а вот 26 числа можно было с утра побежать рано-рано в магазин и купить уже уцененную там два или три раза например пластиковая елка который так стоит 300 это на будущий год это правда и елочные игрушки и всякие украшения это все расходилось лучшее время для покупки новогодней всякой нет а почему на следующий год мы-то праздновали новый год ну да ты про крисмас говоришь да да я я свете к другому вот ты говоришь про абсолютно прямолинейное использование предметов вот допустим есть елка такой пойду куплю елку а я говорю о другом я говорю о том что здесь шоколадка и на ней санта-клаус нарисована то ты можешь эту шоколадку купить там за четверть цены если если даже не 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 за десятую части да это очень просто потому что вот уже сейчас эти новый год пройдет то кому же нужна шоколадка санта-клаус не может до следующего года в этом смысле создается очень много такой вот праздничной ерунды продажные предпродажные после того как магазин не играет новогодняя музыка даже сети распродаж после новогодними вот дартинками это превращается в бизнес даже не интересно смотреть на эти новогодние если это не смотрел на моё видео про духовность и отношим вот когда перестала музыка играть уже духовного не осталось осталось только физическое сэкономить пошли пошла рутина на самом деле здесь люди выходят второго числа на работу и уже забыли что был новый год и новый год как-то вроде не правильно ничего но новогодний учился новый год я помню как мы праздновали и работала в microsoft в это время это родных тысячный год на корабле нет нет как у корабль но выбран тут должен был в 2000 год наступить была страшная паника в связи с тем что про же ожидали ожидали что ерту сам за что все компьютеры встанут что они были рассчитаны на первую единицу там баллистические ракеты стартанут закапывали землю нас была очень такая напряженная работа 31 декабря все сидели волновались как там все пройдет как вы можете сидеть и мнение в офисе не сидели но были дежурные бригады которые случись чего то есть это все было назначено заранее люди сидели там на телефонах или на бейджерах на мобильных телефонах лохи назвали если что-то учиться что если случится то они должны быть и вы любом не мере на подъехать и что такое делать или вручную переписывать 0 и единицы но в общем что-то такое но ничего не произошло все прошло тихо мирно эти старые мейн фрейм машины оказались очень устойчиво ко всем цифрам даже не программирование а только одну операцию полгода я хочу сказать что ничего не произошло хотя ожидала что-то запугали народ ну что же хорошо а ты помнишь мы как-то встречали новый год с твоими сотрудниками из microsoft на каком-то корабле это предного к этому нестили со мной каждый бизнес они делают такую партию для сотрудников некоторые бизнес заказывают места где они делают эту партию до нового года а некоторые после нового года потому что сложно всем разместиться до горожанности но как-то раз мы тоже ездили музей какой-то это было на ранней стадии но это самое это не связано именно сами нового года это просто партия а ты помнишь мы устраивали партии для сотрудников вот и у нас я помню самая большая там новогодняя было 80 человек это было прямо перед обвалом интернет бума единственно чтобы не только сотрудники но и семьи жены да ну жены бужья да то есть вот они так парами многие приходили у нас была партия самая большая на 80 лет я праздновали у нас было 300 человек поэтому что нам 80 это при том что мы так особо не афишировали да на наши были света пыль да вы те были сотрудники у нас работала много народов и в каких только местах мы не справляли новогоднего партия в нашем учреждении от ресторанов до джуйки до не знаю там каких-то общественных церквей там общественных организаций тогда ну что делать света с новым годом всех поздравим заранее когда сейчас не легкая ситуация вот и хочется надеяться что в новом году она улучшится и все беды останутся в старом году надеяться можно надеяться можно всем хорошем настроении и светик у нас есть такие места вот где мы живем куда можно пойти и где много елок где много огней где ты чувствуешь таки таки до новых год то есть не стану за этот вот у нас тут в санузе тоже есть мы как-то водили даже саша туда у нас есть кто-то небольшой местечко у нас есть очень небольшой кусочек улицы в палалте где люди каждый год мы уже там несколько раз были да они делают и лиминацию на улице оставляет от плохо снимать вечером не не но фактически даже в санузе толком некуда пойти чтобы так по-настоящему вот как как в кино в даунтауне санузе нормальный сан-франциско да то есть если хочешь как нью-йорке тогда надо в даунтаун сан-франциско и там в нью-йорке люди кино видели не понимаешь они видели в кино вот если хочешь как кино у нас снега нет у нас вот новый год да я думаю так мы перебьемся и без снега тоже вот пусть будет в конце концов должны быть такие места где новый год без снега нет а на самом деле снег это так сиюминутное желание по дороге нужно ездить каждый день поэтому это правда мы иногда выезжаем на снег там куда-нибудь раз там в 5-10 лет и потом говорим никогда никогда у нас кстати есть видео если вы сделаете поиска слова тахо буквально четыре буквы то то вы увидите как мы там по снегу и в снегу и на снегу и в общем возвращение было чудовищно со всеми сказали что больше мы не будем тяжело водить в снег с дождем солидом запитые дороги пробки а сейчас снег то выпало его еще не утрамбовали мы знаешь что сейчас творится и следующая неделя тоже обещали дождливая я думаю что существенно то что снежок этот будет еще долго подтаивать питая влагой наши водохранилища так что вот тот шторм который только что закончился я прочитал что таких штормов надо 5 чтобы снять вопрос того что воды не хватает на этой неделе еще будут дождены они не были такие сильные потому что мы тоже не хотим экстрима без экстрима все друзья новый год без экстрима это то что мы всем желаем и себе в том числе но я думаю это не последнее наше новогоднее послание поскольку до нового года еще время есть и до рождества и так далее так что мы еще к этой теме вернемся и тем более блогеры которые сегодня собирались тут небольшом таком коллективе и обсуждали тему нового года у нас есть анонс значит блогеры выйдут со своими сюжетами я не записывал мне обещали дать каких-нибудь записи чтобы я из них мог нарезать так что вот я может быть тоже что-нибудь нарежу счастливо